Тумсо в Ичкерии будет шариатский суд? Если да, то будет ли он выше всех судебных систем Ичкерии? В Чеченской республике Ичкерия есть только один был и есть, соответственно, остается только один суд. Это только одна судебная система и это шариатская судебная система, подразумевающая полное соответствие всей и судебной власти и исполнительной власти и законодательной власти, соответствие всех этих трех систем религии Аллах. Поэтому я не знаю, про какие системы ты говоришь, не может в стране, не может по крайней мере в исламской стране, в Чеченской республике, не может быть несколько судебных систем, чтобы одна там была выше другой и так далее. Есть только одна. Одна судебная система для всех. Это законы, которые работают для всех, и граждан, и гостей, и там случайно оказавшихся, для всех работает, как и во всем этом мире. Нету, в Соединенных Штатах Америки нет отдельных каких-то разных законодательных систем. Вся система для всех людей работает, одна система. И вот в нашей стране была одна, была и остается и будет, иншаллах, одна система, которая будет соответствовать исламу. Приветствую. Если говорить о независимости, которую вы желаете получить, в каких границах она должна быть и где, по-вашему, находятся исторические земли чеченцев? Это слишком, наверное, обширная тема. И мы, конечно же, хотели бы в тех границах, которых мы встретили второе вторжение России. Мы бы хотели, конечно, для начала в этих границах вернуться. Но при этом, конечно, есть территории, как, например, Аух, Ауховский район, исторические чеченские земли. Конечно, есть такие территории, на которые мы, безусловно, претендуем и будем претендовать. Но это все-таки вопрос уже следующий. Для нас сейчас важна деоккупация, хотя бы в тех границах, в которых мы встретили эту оккупацию. В том, что ты наверняка знаешь воина чеченского сопротивления Асламбека Вадалова. Мог бы ты как-нибудь организовать его участие в голосовом чате у себя, либо у Хасана Асламбек очень долго боролся. Было бы интересно. Я знаю, конечно, о ком ты говоришь. У меня какой-то личной связи с Асламбеком нет, и мы с ним, в принципе, лично не знакомы. И вообще я, честно говоря, не видел и не слышал ни разу, чтобы он участвовал в каких-то публичных, либо видео, либо аудио. То есть, для меня очевидно, что он не хочет какой-то публичной деятельности. Он, видимо, этого сторонится, остерегается. Поэтому я не могу это обещать. Салам Алейкум. Противоречат ли обычаи и традиции шариатов? Ну, смотря какие, наверное, есть те, которые... Если ты именно про чеченский говоришь, то у чеченцев были те обычаи, которые противоречат. Ну, наверное, есть. Кто-то и сейчас это, наверное, практикует. Таких мы тоже найдем. Как, например, кража невесты, например, отвратительные мерзкие обычаи, которые, конечно же, являются противоречием шариату. Но в большинстве своем обычаи, хвала Аллаху, соответствовали. Я думаю, это тоже еще в самом начале приводилось в соответствие. Какие-то вещи исключались противоречащие. Но что-то и по сегодняшний день кто-то наверняка практикует. И это уже такой вопрос, который, наверное, относится к невежеству. Если конкретные люди находятся в заблуждении, являются невежественными, то они будут это практиковать. Но и у невежественных людей рождаются дети, эти дети просвещаются, и они могут отказаться от подобной практики. Даже в приключении Шурика невесту украли по обычаю. Да, было такое. Помню. Кавказская пленница на золотой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...